Всем привет! Перед вами тестер аккумуляторов различных с различной химией. Компания Кайвиц. Модель называется КВБ-01. Таких тестеров всяких много бывает. Есть прям совсем бюджетные, есть чуть получше, чуть-чуть похуже. Вот рассказываю, что какие-то свои впечатления, что и как по этому тестеру. Вот такая вот коробочка. Также в коробочке идет чехол. Он мягенький, но этого достаточно, чтобы тут упаковать весь тестер. Это приятно, когда идут чехлы с мультиметрами, с тестерами, с чем угодно. Это прям огромный плюс. Он не включается просто так. В нем нет источника питания. Его нужно к чему-то подключить. Я предлагаю вот подключить ее к батарее Delta DTM 1207, AGM VRLA, тип батареи, что и как. И чтобы вообще как чего показать. Но вначале давайте внешне. Чего, где и почему. Здесь пленочка наклеена. Хотите отклеивайте, хотите нет. Я обычно не отклеиваю. Она когда уже зацарапается, тогда уже и отклею. Вот. С обратной стороны вот такие вот данные. Вот это вот резиновые заглушки. Если их убрать, то можно, скорее всего, разобрать этот прибор. Я этого не делал, конечно же, потому что работает. Не лезь. Весит он немного. Основной вес это, кстати, вот эти провода. Провода вот с виду такие вот прям толстые, кажется, мощные, хорошие. Но они неплохие. Для тестов, видимо, их достаточно. Из приятного то, что видите, два провода идет в каждом. Я надеюсь, что это для того, чтобы все точнее было. Вот. Потому что обычно у многих просто один провод идет. А здесь вот даже два. Сами крокодилы, зажимы мощные. Медь вот эта или не медь? Скорее всего, просто медненная. Хотя, я не знаю, как проверять там, царапать. Ну, работают. Крокодилы в плане вот зажима, захвата, они очень хорошие. Первый провод вот так вот крепится, припаян. И второй припаян тоже с этой стороны. Там вот он. Вот видите? Вот таким вот образом. Плюс. Минус. Длина провода достаточно длинная. Где-то два метра. Что вполне хватает подключить, например, к аккумулятору в автомобиле. Потом пройти в салон, завести автомобиль. И некоторые тесты, они при работающем двигателе проводятся. Измеряет он сок и сох. Это state of health. Степень процентного состояния здоровья аккумулятора. И сок это state of capacity. Степень процентного состояния емкости. Вот. Давайте подключим сюда, к вот этой нашей дельте. К нашей, к моей любимой, да, дельте. Так, вот так вот. Подключайте. Вот. Что мы видим? Мы видим текущее напряжение. Он тут же его показывает. 12,83. Вот. По напряжению все прекрасно. Но я сразу могу сказать, что с этой дельтой, в принципе, все прекрасно. Дальше заходим. Выбираем, какое напряжение у нас будет. 12 или 24 вольта. То есть, аккумулятор какой у вас. Вот. Дальше выбираете, например, тест батареи. Хотите вы протестировать. Перед тестом, конечно, батарею лучше всего зарядить. То есть, обслужить, полностью зарядить. После этого проверять. Потому что, если она у вас там разряженная, то и тест, соответственно, будет не так все показывать, как замечательно. В автомобиле, кстати, будет не всегда там все по 100%. Даже если вы новый купите аккумулятор в магазине, не факт, что там будет все по 100%. Кто бы его заряжал, так не делают, да. Поэтому обслужите, зарядите, потом проверяйте. Но проверить, в принципе, как оно чего, этого достаточно. Так, что мы здесь видим? Выбор. Обычные аккумуляторы, либо вот АГМ, ВРЛА, которые, ну и так далее. Даже гель он умеет. Но у меня геля нет. Хотя, когда-нибудь, я надеюсь, будет. И это будет интересно. Проверить, как он гель проверяет по своим алгоритмам или нет. Заходим сюда. Выбираем, по какому там стандарту, чего и как. Ну, у нас обычно это вот на аккумуляторах EN пишется. И 105 А. Первый-то я посмотрел, какой максимальный ток. Это у дельты. Вот этой ДТМ 12.07. Тестируем. Тестирование. Ждем. 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 Бам. 100% сок. 100% сок. Напряжение. Сопротивление. Пишет. Хорошо. Хороший. Ну, какой-то там отлично. Тут такого нет. Если написано хороший, значит все нормально, в принципе. В общем, здесь все нормально. Ну, а она потому что заряжена и все с ней хорошо. Вот. Возвращаемся назад. Пусковой тест. Пусковой тест показывает динамическое напряжение. Пусковое напряжение. Стандартное. 10.2. Тоже пишет хорошо. Вот. Дальше. Нагрузочные. Видите тут, что нужно? Полностью включить нагрузку и увеличить скорость. Да. То есть нужно... Тут, точнее, не скорость, а обороты имеется в виду. Такой вот перевод. Увеличиваете до 2-2,5 тысяч оборотов. Вот. Потом нажимаете тест. И происходит тестирование. И тест зарядки. То же самое. Только до 2,5 тысяч, до 3 тысяч оборотов. Нажимаете тест. И смотрите, как происходит тестирование. Это, я не знаю, я, наверное, прямо сейчас вставил, может быть, видео, где это все есть. Покажет вам, как у вас там вообще с автомобилем. Заряжает он аккумулятор? Может, он не дозаряжает? Ну, опять же, у кого какие условия? Кто как ездит? Кто-то ездит по городу, например, и у него там особо не успевает зарядиться аккумулятор. И нужно периодически обслуживать вот это вот все дело. И чтобы заглянуть вообще, посмотреть, как чего, вот это вот такой прибор пригодится. Смотрите, что из интересного. Скорее всего, если у вас просто автомобиль, один или два, то навряд ли он вам будет нужен, этот прибор. Вы, скорее всего, его не приобретете. По одной простой причине, люди сейчас редко будут обслуживать аккумулятор. В основном просто меняют года через 3-4-5, там, ну, вот так вот, и все, на новый. И никто не старается там заглядывать, обслуживать еще что-то. Но если у вас аккумуляторы различные другие имеются, и вы их используете не только в автомобиле, а он у вас там еще для чего-то, там, солнечные панели стоят, или это у вас аккумулятор, там, для резервного питания, чего-либо. Вот, его нужно периодически проверять, заряжать, и иногда по напряжению, да, то есть, ну, можно косвенно определить, как там с ним все хорошо или нет. Но все равно нужна какая-то, какой-то нагрузочный тест, нужно еще что-то, да, то есть показатели, чтобы посмотреть, что, где, чего и как. Для этого прибор-то пригодится. Смотрите, в общем, сами, думайте сами. Просто одному автолюбителю, мне кажется, ну, если вы прям вот такой вот любопытный, вам оно прям важно, то тогда да. Но цена, опять же, не такая цена, что прям вот взял и купил. Вот, то есть, она в районе, там, 4-5 тысяч где-то стоит, ну, может, там, может, дешевле или, наоборот, еще дороже. По поводу кайвиц, ну, я глянул, тоже почитал там форумы, что кого. Народ вроде хвалит. Я попробовал на своих аккумуляторах различных, ну, показывают нормально, то есть, как бы реально, да, вот тут все плохо, тут все хорошо, тут вот рыбу заворачивали. Так что, ну, меня устраивает. А вам оно надо или не надо, это исключительно ваше дело. Вот, на этом все, ребят. Спасибо за внимание. Если все понравилось, не забудьте поставить пальцы вверх. Если не понравилось, то отпишитесь и поставьте пальцы вниз. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них на своих прямых эфирах. А чтобы узнать, когда они начинаются, есть телеграм-канал, там оповещение появляется о прямых эфирах. Приходите на любой прямой эфир, задавайте ваши вопросы, поговорим про аккумуляторы, про все, что угодно. Отдельная благодарность всех, кто поддерживает канал. Канал независимый, обзоры честные, поэтому ваша поддержка крайне нужна. Она всегда была нужна. Вдруг кто не знал, есть донаты. Вы можете не донатить. Ну, можете, если хотите поддержать автора, чтобы и дальше выходили честные обзоры, то можете задонатить. А на этом все. Пускай ваш аккумулятор служит долго, обслуживайте его вовремя. Ну и берегите себя. У микрофона был Олег Гром. Как-то так, как два пальца об контакт. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»